Моя презентация посвящена морфологическому исследованию трепанобиопсий. Я не имею финансовой заинтересованности в отношении темы доклада. И хотела бы начать немножко с исторической справки. Игольную биопсию для получения морфологического материала начали использовать в середине XIX века. И в начале XX века уже игольная спирационная биопсия постепенно начала внедряться в клиническую практику. Ее использовали для образования разной локализации, в том числе легких, лимфатических узлов. И в 1922 году в Memorial Hospital в Нью-Йорке Элис, это технический ассистент или человек, которого мы в нашей стране называем фельдшер-лаборант, под руководством доктора Джеймса Юинга. Они разрабатывали методику клиническую. При помощи шприца и иглы они аспирировали материалы из образования и фактически это было сочетание тех методов, которые мы сейчас называем тонкоигольной аспирационной биопсией и корбиопсией. Потому что они получали жидкую фракцию, которую они распределяли на стекла и получали цитологический материал. А кусочек ткани, который попадал в иглу и который они называли свертком, они заливали в парафин и изготавливали гистологические препараты традиционные. И оказалось, что вот этот сверток может зачастую дать гораздо большую информацию, чем цитологический препарат. В последующем 60-70-е годы с развитием маммографии, увеличением частоты выявления непальпируемых образований в молочной железе, конечно, стали развиваться способы диагностики этих образований, их верификации, в том числе малоинвазивные и пункционные. Потому что до 30% таких образований с микрокальцинатами подозрительных при маммографии оказывались карциномами. В 70-е годы стали развиваться тереотоксические методики, которые позволяют в большей степени более точно локализовать образование и более прецизионно его биопсировать. И сейчас широкий спектр различных навигационных методик, в том числе ультразвуковая навигация и МРТ-навигация, позволяют нам получать качественный гистологический материал. Таким образом, какие задачи стоят перед патологом, когда к нему попадает трепанобиоптат ткани или образование молочной железы? Эти задачи можно грубо разделить на две группы. Это диагностические задачи, то есть определиться это доброкачественное образование или злокачественное образование. Если же мы видим злокачественное образование, мы должны определиться, оно неинвазивное или инвазивное. И целая группа задач, которые нацелены на то, чтобы определить ряд факторов прогноза и предикторов ответа на терапию. Но наша сессия посвящена диагностическим вопросам, поэтому мы сосредоточимся на диагностических задачах. За 2015 год в нашем отделении в патологоанатомическом неонкологии было исследовано 618 корбиопсий тканей молочной железы, в том числе образования молочной железы, и 72% из них оказались карциномами. Доброкачественные, неопухолевые или реактивные возрастные изменения были выявлены в остальных 28% случаев, и лишь единичные биоптаты были малоинформативны или неинформативны для гистологического исследования. Что такое оптимальный биоптат для патолога? Это толстые столбики, не меньше двух столбиков. Если речь идет о карциноме или о злокачественном образовании, то мы в идеале должны видеть два инфильтративных края. То есть в биоптат должен попасть весь объем опухоли, вся ее толщина. Этот биоптат оптимален для нас, и мы можем дать максимально полное заключение по такому материалу. Что ж, пройдемся по задачам. При дифференциальной диагностике доброкачественных и злокачественных образований молочной железы мы помним о том, что количество доброкачественных процессов в этом органе огромное. От реактивных и воспалительных изменений, гормональных изменений до эпителиальных изменений разной степени риска развития карцином, фиброэпителиальных образований, мезонхимальных образований, различных видов аденоза, которые зачастую могут симулировать карциному и создают большие сложности для дифференциальной диагностики. И большая группа очень популярных образований, которые тоже в материале трепанбиопсии сложны. Когда мы смотрим на биоптат и получаем биоптат, мы обращаем внимание на взаимоотношения паренхемы и стромы. Мы видим протоки. И вот в этом биоптате левом мы видим мелкие трубчатые железы, довольно хаотично расположенные в фиброзной строме. Вот рядом биоптат похожий, диффузно, довольно равномерно, мелкие трубчатые железы. Тем не менее, это два совершенно разных состояния. Справа это высоко дифференцированная карцинома молочной железы тубулярного строения, а слева это аденоз. В данной ситуации нам, конечно, на помощь приходит широкий арсенал дополнительных методов, которыми мы сейчас обладаем, в том числе иммуногистохимия. И в данной ситуации мы подтвердили то, что это образование неинвазивное. Использование миопителиальных маркеров или маркеров миопителия. Это слой клеток, который сохраняется в доброкачественных и реактивных образованиях молочной железы по периферии железистых структур. И здесь эта окраска P63, ядерная экспрессия, сохраняется слой клеток по периферии этих трубочек. Но самый частый вариант, который мы видим в трепанбиоптатах, это, конечно, инвазивный протоковый рак или неспецифицированный рак молочной железы в соответствии с новой терминологией. Он встречается по литературным данным до 95% карцином в биоптатах. В наших биоптатах у нас оказалось 91,5% инвазивных протоковых раков среди опухолевых биоптатов. И по данным литературы, трепанбиопсия позволяет подтвердить этот диагноз в 72-82% случаев. Почему этот процент не так велик? Может быть, это связано… Не всегда мы попадаем, вы попадаете, к сожалению, может быть, в наиболее информативные участки, но это данные зарубежных исследований, и в ряде случаев весь опухолевый узел попадает в биоптат. То есть при резекции патолог не находит опухолевого узла, потому что он весь в биоптате. Эта ситуация не так часто у нас встречается, но бывает. Что мы можем сказать по трепанубиоптату инвазивного рака, когда мы его видим? В первую очередь мы можем определиться с типом опухоли гистологическим. Это протоковый или неспецифицированный рак? Или это какой-то вариант специфического рака? Например, рдольковый, который является самым частым специфическим раком молочной железы около 10% составляет. Мы также можем указать наличие или отсутствие карциномы инситу, что является дополнительным признаком того, что опухоль местная, то есть опухоль молочной железы, а не вторичная. Кроме того, наличие или отсутствие васкулярной инвазии и ряд, конечно, прогностических параметров, в том числе grade, или степень дифференцировки опухоли. Она в биоптате оценивается так же, как в операционном материале. Мы оцениваем ее по трем параметрам. Это формирование трубочек или железистых структур, степень выраженности ядерного полиморфизма и количество метозов на 10 полей зрения. И по литературным данным именно методическая активность является наименее надежным параметром в оценке грейда на трепанобиоптате, особенно если количество столбиков меньше 4. В связи с этими ограничениями зачастую при установке грейда по трепану мы связаны с гиподиагностикой грейда. То есть при исследовании операционного материала грейд повышается. Однако, когда речь идет о низкодифференцированных карциномах, степень сходимости достигает 84%. И что касается размера. Можем ли мы определить размер образования по биоптату? Если он оптимальный, то да, мы можем высказаться довольно уверенно относительно размера, но если материал фрагментирован или мы не видим двух инфильтративных краев, то, конечно, как правило, мы не можем высказаться о размерах образования. Когда мы должны дифференцировать неинвазивные и инвазивные состояния? Конечно, чаще всего это ситуация протоковой карциномы инситу, которая очень часто ассоциирована с микрокальцинатами, является, собственно, поводом для трепанобиопсии. Вот это фрагменты одного и того же биоптата. Вы видите крупные неправильные формы протоки, заполненные клетками, такие синие, потому что ядра окрашиваются синим гемотоксилином. И есть в троме отдельные трубочки, которых в этой части биоптата больше, маленькие, зажатые, но с довольно монотонными клеточными характеристиками. Что это? Микроинвазия или, может быть, на фоне аденоза изменения, которые могут быть. И тут, конечно, нам опять приходят на помощь наши дополнительные методы. При окраске на миопителиальные маркеры мы можем выявить сохранный слой миопители, либо мозаичное окрашивание миопители по периферии крупных расширенных протоков и отсутствие миопители вокруг этих мелких трубочек. То есть это инвазивный рак в данной ситуации. И в зависимости от протяженности этой инвазии мы можем предполагать микроинвазивный или широкоинвазивный рак. Но опять же мы здесь ограничены именно объемами материала. Что мы можем сказать при выявлении карциномы ин-ситу? В нашем заключении мы должны указать тип карциномы ин-ситу. Она протоковая или дольковая. Они имеют разное прогностическое значение. При протоковой карциноме мы должны указать архитектурный паттерн. Они могут быть разные. Креброзные, солидные, комедо, папиллярные и так далее. Ядерный грейд, то есть степень ядерного полиморфизма опухолевых клеток в пределах карциномы ин-ситу. Наличие некрозов, микрокальцинатов, а также наличие или отсутствие микроинвазии или инвазии. И большая, довольно сложная для диагностики на материале трепан-биопси группа молочной железы образования это папиллярное образование. Это большой спектр образования от абсолютно доброкачественных папилом до карцином, которые имеют свои характерные черты и которые зачастую очень тяжело диагностировать степень их инвазивности. Потому что есть инкапсулированная карцинома молочной железы, есть интродуктальная карцинома молочной железы, есть солидная папиллярная карцинома, которая может быть инвазивная или неинвазивная. И при этом по периферии узла, который может быть неинвазивным, могут отсутствовать миопиталиальные клетки. То есть наши здесь возможности довольно ограничены в деталях. И вот пример. Это хороший трепан-биоптат для патолога. Вы видите не меньше 4 столбиков, но они такие тоже синие. Очень клеточность высокая, очень клеточное образование. Вы видите какие-то большие поля клеток, местами трубочки, местами какие-то фиброзные прослойки, которые их разделяют. В общем, довольно страшно все это выглядит. Но при этом цитологически это очень спокойная опухоль. Степень полиморфизма очень низкая. АТП практически нет. Очень тяжело к чему-то придраться. И более того, мы видим и гистологические миопиталии, и при окраске на миопиталиальные маркеры мы видим, что сохранен слой миопиталиальных клеток. То есть это неинвазивное образование. Это 28-летняя женщина на 14-й неделе беременности. Собственно, это к тому, насколько важна для патолога клиническая информация о возрасте, о статусе, о наличии или отсутствии тех или иных состояний в организме пациентки. Потому что беременность ассоциирована с резко выраженными пролиферативными процессами в гормонально зависимых органах, которым является молочная железа. Это интродуктальная папиллома молочной железы, неинвазивное, абсолютно доброкачественное образование, хотя и клинически, и морфологически поначалу создает опасения. Другой пример папиллярного образования, тоже довольно цитологически спокойного, но гораздо более монотонного. Менее выражены какие-то архитектурные структуры. Все довольно гомогенное. И эта опухоль экспрессирует хромогранин. То есть это опухоль с нейроэндокринной дифференцировкой, что характерно для солидной папиллярной карциномы молочной железы. Но чтобы сказать об ее инвазивности, этого материала нам недостаточно, потому что здесь есть участок стромы в биоптате, который может быть собственно стромой опухоли, а может быть стромой молочной железы. Отличить их друг от друга мы не можем даже с использованием дополнительных методов. Мы должны исследовать целиком образование. Что же касается специфических типов рака молочной железы. Можем ли мы поставить диагноз специфического типа по трепанобиоптату? Да, в ряде случаев, безусловно. Самой частой такой ситуацией является дольковый рак. Хотя не всегда это легко. Вы видите, биоптат очень малоклеточный. Розовый. Очень мало клеток. Есть единичные трубочки. Это нормальные дольковые структуры. Но если мы посмотрим ближе, то мы увидим вот такие цепочки из клеток и отдельные клетки разбросанные. Это дольковый рак. Он Екатхерин негативен. Иммуногистохимия нам здесь помогает подтвердить этот диагноз, потому что потеря этой молекулы клеточной адгезии очень характерна для долькового рака. Что касается других специфических типов, то, скажем, муцинозную карциному тоже мы можем поставить, безусловно, по трепанобиоптату. Она имеет очень характерные гистологические черты. Хотя в ряде случаев вы видите здесь большие озера муцина, совершенно бесклеточные, и очень небольшие опухолевые клеточки, комплексы синенькие в этом муцине плавают. То есть есть вероятность того, что хирург попадает в бесклеточный участок, но наличие слизи, конечно, позволяет нам с большой долей уверенности предположить наличие муцинозной карциномы. Также мы можем поставить в ряде случаев диагноз метапластической карциномы при выявлении плоскоклеточной дифференцировки или при выявлении плоскоклеточного рака. Но есть специфические типы рака молочной железы, которые по биоптату мы поставить не можем. Можем их только предположить. Это связано с тем, что классификационные критерии устроены таким образом, что для того, чтобы назвать опухоль специфическим типом, мы должны иметь определенные структурные изменения в 90% опухолевого узла. То есть если мы не видим весь опухолевый узел, мы не можем оценить процент этих изменений в опухоли и сказать, действительно ли это является отражением специфичности этой опухоли, либо это компонент неспецифической карциномы. Так, например, секреторные изменения могут возникать в неспецифицированном раке молочной железы, особенно у женщин молодых или гормонально активных. И если эти изменения не составляют большую часть опухоли, то это не является секреторной карциномой. Но эти изменения могут попадать в биоптат и могут быть видимы в опухоли на всем протяжении биоптата. То есть здесь мы должны быть очень осторожны, и мы, как правило, не ставим такие специфические типы. То же самое касается, скажем, тубулярной карциномы. Тубулярная карцинома – это очень высоко дифференцированная карцинома, но, опять же, чтобы поставить этот специфический тип, мы должны иметь тубулярные структуры в 90% массы опухоли. Если они попали в биоптат, это, к сожалению, не отражает всей массы опухоли, и это не означает, что она будет иметь такое же строение на всем протяжении. Поэтому в данной ситуации мы не можем установить специфический тип опухоли. И что же хочется сказать в заключение? Трипанобиопсия – это довольно малоинвазивный метод, который при этом имеет широкие диагностические возможности, и патолог может дать вам очень много информации, исследовав этот материал, как диагностической, так и прогностической. В том числе это связано с огромным арсеналом дополнительных методов, которыми мы сейчас обладаем. Но все это возможно лишь при определенном объеме материала. И объем нашей информации, который мы вам даем, драматическим образом зависит от объема материала, который вы даете нам. Спасибо за внимание. Спасибо, Ванна Сергеевна. Вот такой можно вопрос. Оценка чистоты хирургических краев. Вот скажем по Сангалину, АСКО, отсутствие инвазивных окрашенных клеток считается чистым краем. Вот ваша позиция. Оценка чистоты при выполнении особенно органов сохраняющих операций. И плохо слышу. Чистота хирургических краев, отсутствие инвазивных окрашенных клеток считается чистыми краями. Международная стата. Ну, да, я согласна. Это отсутствие клеток является чистыми краями. Согласна с этим. И второй вопрос. Вот по трепан-биопсии. Оценка лимфоцитарной инфильтрации. Поскольку это сейчас разрабатываемый вопрос, и часто больные подвергаются неодевантам лечению, надо знать, как бы, вот инфильтрацию до начала лечения. Возможно такая оценка по трепан-биопсии? Безусловно, это возможно. Это возможно и качественно, и даже количественно, с учетом современных методов. Это не представляет сложности. Хотя мы все равно должны иметь в виду, что биоптат отражает лишь часть массы опухоли. Он не может отражать всю опухоль. И мы не можем, может быть, экстраполировать изменения, которые мы видим, приравнивать их к тому, что есть в остальном опухолевом узле. Но мы, безусловно, в пределах биоптата можем это делать. Спасибо. Спасибо.